Паводки продолжают доставлять проблемы жителям города. На этот раз от затоплений начали страдать выгребные ямы села 9 января. По их словам, если не откачивать воду, совсем скоро все содержимое может выйти наружу. У меня две ямы специально сделали на случай вот таких вот паводков, чтобы не было такой большой катастрофы. Поэтому у меня сейчас пока еще проблем таких больших нет. С притоком талой воды в целях предотвращения выхода из строя насосного оборудования точка слива Пугачевская действительно закрыта. Она не справляется с таким объемом поступающих паводковых вод. Городская хозяйственно-бытовая канализация технически для этого не предназначена. Тем не менее, жители города открывают колодцы для пропуска талой воды, тем самым нарушая работу оборудования канализационных насосных станций и городских очистных сооружений. Прием стока в городе в настоящее время осуществляется по двум адресам. Поселок Кушкуль и улица Юркина-Львовская. Сейчас в поселке только один вариант – обращаться к частным осенизаторам. Но цены резко взлетели вверх, и каждому приходится ждать, пока паводок не закончится, и расходовать воду с умом. Качать яму стоит 5000, причем всего 5-6 кубов откачивают, и действительно это очень дорого. Раньше начиналась цена 800, 1000, 1500, потом, когда вот они брали, по-моему, 1600 и их перевели туда, сразу цена до двух слишком. Потом месяц-две, на следующий месяц 2300, если по телефону переводить 2500, ну, если они даже скажут 10, ну, вы понимаете, что нам делать? Ведром черпать? Так и все это и будет. Настоящая проблема – это отсутствие канализации. Не все жители подходят к пользованию выгребных ям правильно. Питьевая вода перестает быть безопасной для употребления. Большинство выкопали, никто не запитанировал львов. Это идет же, а тут же водяную. Питьевую воду же берем сами оттуда, качаем. Рано или поздно пробьется. Потому что, я, говорят, редко вывожу, а что? А она вся сама уходит, вы понимаете, некоторые. Так же нельзя. Отравляем питьевые сочники. Вот это, поэтому нужна канализация. Сельчане обеспокоены, что может произойти коммунальная катастрофа из-за полных выгребных ям. Для разрешения данной ситуации они обратились напрямую к губернатору Денису Паслеру через официальный портал ВКонтакте. Мы будем следить за развитием событий.